Трудно найти человека, который не знал бы о существовании в стратосфере земли озоновых дыр, лишающих нас защиты от избыточного ультрафиолета солнца, губительного для всего живого. На фоне этой глобальной проблемы, казалось бы, совершенно невинно выглядит влияние на наше здоровье другого озона, находящегося в приземном воздухе, которым мы дышим. Концентрации опасного газа в атмосфере земли с каждым годом становится все больше. Все больше эмиссии парниковых газов в атмосфере, и происходит развитие автомобильного транспорта, выхлопы и так далее. Все эти последствия приводят к тому, что концентрация озона даже увеличивается. Примерно 90% атмосферного озона находится в стратосфере. Та часть стратосферы, где содержание этого вещества максимально, называется озоновым слоем. Он защищает все живое на Земле от опасного ультрафиолетового излучения. В то же время озон, который образуется в тропосфере, это вредоносный загрязнитель, оказывающий сильное токсическое воздействие на организмы. Есть определенный, ведь во всем есть баланс, есть норма, к чему приучены и растения, и человек, и так далее. И когда концентрация того или иного парникового газа, озон тоже является парниковым газом. Озон, кстати говоря, тоже способствует потеплению в тропосфере. То, когда превышение есть нормы, то, конечно, все это в любом случае имеет негативные последствия, в том числе для здоровья, для растений и так далее. Следует помнить, что озон – ядовитый газ, и на уровне земной поверхности он является канцерогеном. Летом из-за интенсивного солнечного излучения и жары в воздухе образуется особенно много вредоносного озона. Бороться можно лишь одним способом в сторону уменьшения – это, конечно, уменьшать выбросы. Во-первых, у нас автомобильный транспорт. Сейчас в современных городах наибольшее загрязнение атмосферы происходит из-за выхлопов автомобилей и так далее. И, безусловно, это касается промышленности. Ведь основная интерпогенная миссия, основной выброс идет за счет промышленности. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универньюс.